До начала мастер-класса с певцом и композитором Дмитрием Маликовым считанные минуты. А в фойе Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева в Пушкино, как на уроке полифонии. Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то распевается, кто-то, как настоящий артист, несёт в массы самого себя. Правда, пока только в собственных наушниках. С портретов на юных музыкантов взирают именитые педагоги. Ребята в предвкушении от встречи с артистом. Как правильно себя подать, как попасть на глаза кому-то и как выбиться, так сказать, наверх. Очень горю этим. Как вокалист для меня это один из примеров. Я буду играть композицию «Я рад». Я перед каждым выступлением волнуюсь, но мне выпала честь выступать с большим исполнителем. Это что-то особенное для меня. Всего играть на сцене будет и петь 25 человек, двое наших студентов, и трое солистов музыкальной школы, и хор детской музыкальной школы в составе 20 человек. Нам заранее были высланы ноты, были определены студенты, которые будут выступать, которые будут играть. А сегодня произошла репетиция. То есть до этого они не репетировали. В зале музыкального колледжа настоящий солд-аут. Ребята и педагоги школ искусств Пушкинского. Всего более 300 человек. Проект «Уроки музыки» с Дмитрием Маликовым стартовал в 2012 году. В нем уже приняли участие тысячи юных музыкантов по всей стране. В году нынешнем, при поддержке Министерства культуры Московской области, уроки музыки прошли в восьми округах Подмосковья. Пушкинский. Девятая площадка. Сегодня для нашего городского округа, для города Пушкина, выбрала огромная честь стать участниками социально-образовательного проекта «Уроки музыки». Дорогие ребята, сегодня здесь, на этой сцене, вы сможете наяву почерпнуть весь талант, получить уроки от настоящего профессионала. В самом начале мероприятия Дмитрий Маликов делится с собравшимися воспоминаниями о том, каким был его собственный путь к музыке. В пять-шесть лет ко мне приходил педагог, а мы жили на первом этаже, он такой был невысокий, в принципе, можно было даже ребенку спрыгнуть. И что я и делал, вместо того, чтобы заниматься, убегал играть в хоккей, футбол с ребятами. Вот, Шмидтов приходил, открывал дверь, думал, что я занимаюсь его скучными там гаммами всякими. Вот, а меня нет, только окно открытое. Он в ярости убегал, и моей бабушке, которая со мной тогда дежурила, кричал, что никогда ваш внук не будет музыкантом. Поэтому я хочу вам сказать, что если вас родители заставляют, то вы на них не обижайтесь, не ругайтесь, потому что бросить музыку на самом деле очень просто, а потом вернуться к этому будет практически невозможно. Для этих ребят выступить на одной сцене с маэстро – большая честь и огромный опыт сыграть дуэтом на рояле или на кларнете. А еще спеть хором под аккомпанемент маэстро. Уроки музыки – своеобразный микс интерактивного шоу и мастер-класса для детей. В нем соединились творческий опыт певца и общение с юными музыкантами. Дотянуться до звезды. На один час, на один шаг. Стать ближе к цели. Всем, кто не представляет себя без музыки и сцены. Такой видит миссию проекта его автор и ведущий. Как можно больше мотивировать детей к занятиям классической музыки и получению классического музыкального образования. Потому что я на своем примере считаю, что это очень важно. И видно, что дети, которые выходят на сцену, они искренне преданные музыке. Главное, ради этого я и езжу. Так что я очень доволен и вдохновлен. Музыка – это, в первую очередь, ежедневное усилие. Поэтому нужно каждый день садиться к инструменту и как-то совершенствоваться маленькими, маленькими шажками. Это большой, сложный, долгий, но очень красивый путь, который суждено преодолеть именно настоящий музыкант. У пушкинских ребят есть такая возможность? Мне кажется, у них есть все шансы для этого. Удачи. Молодцы ребята. Мастер-класс в Пушкинском завершился. Заключительной площадкой для уроков музыки с певцом и композитором Дмитрием Маликовым станет Ступином. До завтра печальится нам просто брось. Юлия Постриганёва, Антон Рябов, Евгения Фёдорова, Анна Белова. Новости Большого округа.